Продолжение следует... Отец, ребенок, и Моэль, и Сандак, это три людей, которые сильно связаны с Брюкмиле, если они обязаны держать пост или нет. И есть разные мнения, но по Аллахе мы принимаем мнения решенными, тоже это Шейлот, Училот, Радваз, которые считают, что есть на основании места в Талмуде, где написано, что рабе Элазар, сын Садока, он был из сыновья Санаа, сын Бениамина. И у них есть, у них в это колено был свой праздник. И когда попал их праздник 9-го ава, это был 9-го ава Митхе, это был 9-го ава, который попал в Шаббат, который перемещали на воскресенье. И значит, они не закончили, они не закончили этот пост, и они в этот день делали Йонтэ. Значит, получается, что когда есть пост, и этот пост является Митхе, что означает, что пост, кроме Йон-Кипура, когда пост попадает в Шаббат, пост соблюдается в воскресенье, если такой пост, который соблюдается в воскресенье не из-за того, что это попал в воскресенье, поскольку это попал в Шаббат, это Митхе, тогда Мухель, Сандак и Ави Абен, они втроем имеют право кушать. Они имеют право кушать во время, но все остальные, приглашенные на бритвы, они должны соблюдать полный пост. Но если этот пост является Митхе, обычный пост, который подойдет в один из четыре постов, и, естественно, тоже в Шаббат, тогда надо соблюдать эти три людей, это Отец и Сандак, и Мухель, они должны соблюдать пост. Но при этом написано, что хотя в 9 авгу нельзя одевать субботные одежды, они имеют право одевать субботные одежды во время 9 авгу. Это, что касается выхода бритвы, значит, мы обсуждали важность частного праздника во время общественного поста, насколько частный праздник может влиять на положение общественного поста. Сегодня, как вы знаете, является День Иерусалима, и у нас тоже в общине есть два минианима, есть один миниан, который обычно молится, есть второй миниан, который молится с халелом. Есть большая разногласия внутри традиционного еврейского мира, как относиться к этому День, это первый вопрос, были разные отношения раввины к этому День. Это первоначально исходит взгляд раввины на сионистские движения, на создание государства Израиля, и потом тоже на религиозное значение Победы в Шестидевной войне. Но при этом были раввины, которые, например, в День независимости Израиля не говорили о халел, но в День Победы, они говорили о халеле. Почему? Поскольку, на самом деле, во время этой положения войны Шестидевной войны, действительно была большая опасность для евреев, живущих в Израиле, неважно, какое значение мы дадим, религиозное значение государства Израиля, но реально была опасность для евреев, живущих в Израиле. Есть такая гмара, которая говорит, что халел, который создали наши пророки, они были сделаны, что когда есть избавление от какой-то беды для еврейского народа, что они могут говорить халел. Это, на самом деле, является тоже основанием, почему мы говорим халел во время хануфы. В чем была проблема, что, на самом деле, это должно быть для большинства народа, или для въезда народа, для большинства народа. 45 лет тому назад только меньшинство еврейских народов жила в Израиле, не большинство. Но есть, который говорит, что только еврейский народ, который находится в Израиле, не краем кахал, называется община, евреи, не живущие в Израиле, не называются общиной. Значит, общине не надо считаться по евреям, не живущим в Израиле. Есть, на самом деле, есть, которые говорили, что говорит халел, богословение, есть, которые говорят, не халел, не таханун, есть, которые говорили и таханун, и говорили, в Среднейшем мире говорили, и таханун говорили, и потом говорили халел. Ребехил Яков Вайнберг, который был, по-моему, главным галактическим авторитетом в Европе после Аллахоста, он сказал следующее, что, чтобы сделать изменение в порядке молитвы, надо иметь консенсус, духовный консенсус равената. И пока нет духовного консенсуса равената, очень тяжело сделать изменение в порядке молитвы. Ну, у нас здесь, в общине, есть вообще старая традиция плюрализма. Молиться на Сфар, на Сах Ашкенас, здесь у нас Сфарский, Ашкенасский община, и поэтому у нас тоже есть разные мнения сегодня. И, ну, главное, что все молились и пришли на молитвы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!